А вот маленькая картинка, это народная песня, ой, поводок колесо. Как бы в кузнице, здесь вот несколько задач, куётся сталь и ощущение пауз, ощущение вот этого постоянного накрования, оно идёт через паузы и через чёткость ритмики. А вот маленькая картинка, это народная песня, ой, поводок колесо. С элементами полифонии, ладу и его элемент. Ну, полифоническая картина мира, она очень разнообразна, скажем, ну, мы знаем, вся полифония имитационная, без которой, как говорится, невозможно себе представить даже полифоническую фактуру и произведение. А в русской традиции это подголосочная полифония, в которой очень много русских народных песнях и переменных размеров. Размеров сложных, 7 четвертей, 7 восьмых, очень много протяжных песнях, вот таких, у римско-укорского, например, 11 четвертей, вообще такие составные размеры сложные. Вот что касается полифонической традиции русской, она ведь очень сложна, надо услышать, ведущий голос, всю полифоническую ткань, если вот, ну, брать даже, скажем, имитационную полифонию баковскую. Там же, если вы не услышите жизнь, которая ведет каждый голос, нет полифонии. Надо себе представить, что ты вот играешь, ну, допустим, ХТК тот же, и ты при Люде и Фуге как бы расписываешь себе полифонию, каждый голос, партитуру каждого голоса. От чего к чему? Это интересно проследить, потому что без этого ощущение баковской полифонии, а там очень много, ну, трудностей, таких самых настоящих трудностей, звуковые трудности, штриховые трудности, как говорится, здесь я уже не говорю концепцию, более такие сферы уже глубокие и объемные. Но, как сделать? Как сделать? У меня был такой эксперимент, ну, несколько лет продолжался, лет 10, наверное, я решила, ну, это уже после окончания консерватории. У меня были планы такие интересных программ выступления, некоторые из них осуществились, но самое главное, я вот захотела добиться играть ХТК вообще без педали, совсем. Мой коллега в кафедре, он сказал, зачем мне это нужно, это невероятная трудность и зачем, и зачем, когда педали, если аккуратно, это вполне достаточно. Но мне захотелось именно гибкостью пальцев, гибкостью кисти, вот здесь добиться, чтобы не было, это, ну, знаете, это замечательная школа, я бы так сказала, играть ХТК без педалей. Очень трудно. И действительно, я не скрою, я каждый день выживалась, я многое доработала. Не знаю, насколько это у меня получилось, но мне это дало очень много и в концертном плане, потому что ощущение свободы, ощущение баланса звучания, жизни всех голосов, оно, понимаете, ну, ни с чем не сравнило. Потом, даже я бы сказала, что физически, физически это дает большое наслаждение, если что-то получается, и потом нет проблем в других стилях. Я это на себе очень хорошо знаю. И так вот ХТК много я играю, но я хочу сказать, что вот там царство штрихового искусства. Просто добиться, чтобы у тебя разные штрихи, чтобы это было все связано, чтобы это было канцелена, выразительность, и это очень круто. Ну, во всяком случае, какой-то, ну, например, ну, хотя бы в море, естественно, педаль вообще даже и речи не может быть, но... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И так далее. Тут много можно говорить, но я хочу сказать, что вот по земле на руке Бортаментома, Денута, здесь регата. Вот это действительно, вот физически это ощущение клавиатуры полное, погружение в клавиатуре. Вообще вот этот прием, когда весь организм, весь аппарат погружения в клавиатуре, это вот дает очень такое большое наслаждение просто самим качеством звука и всего. Я хочу сказать, вот поэтому, скажем, здесь вот такой у меня есть такая пьеса, в которой можно играть и одной рукой, пытаться, играть и одной рукой, и двумя, естественно. Но вот это уже не инфляционная, это подголосочная палифония. А еще одна пьеса, с которой можно просто начинать, это инфляционная палифония, былина. Субтитры создавал DimaTorzok А вот пьеса, которую можно играть и двумя, и одной рукой. А вот пьеса, с которой можно играть и двумя, и двумя, и двумя, и двумя. А на тему хороша, во-первых, вот эта плавность линии идет и в той, и в другой руке, а самое главное, ощущение подголосков, слышание баланса вот этих линий и переменный размер, который, естественно, он почти не чувствует. А на самом деле это и бывает три четверти, и здесь это естественным образом слышится. А вот пьеса, которая, как у ключика, это инфляционная палифония, небольшая пьеса. Перепьется до пять восьмых. Но ощущение вот этих линий в ракоходном движении тоже тихо одессе называется. Послышалось там что-то такое? Нет? Нет? Нет. Спасибо. 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 Спасибо.